В Госдуме рассматривают сразу два законопроекта, которые предусматривают штрафы за ненадлежащее содержание животных. Обсуждают депутаты также создание и финансирование приютов для бездомных собак. Новые законопроекты готовятся и в регионе, и касаются дополнительных требований к содержанию животных. В частности, владельцы обязаны пресекать проявление агрессии со стороны своих питомцев, осуществлять их перевозку в соответствии с требованиями документа, не допускать нахождения животных на территориях общего пользования без присмотра, выгуливать их на поводках и многое другое. Бездомные животные опасны для жизни и здоровья человека, ведь они могут быть носителями инфекций. В нашей области большое количество безнадзорных собак. В целях профилактики выдано 97 предостережения, 2500 памяток о недопустимости самовыгула, обследовано около 7000 домовладеев, рассмотрено 195 обращений. Это большая кропотливая работа, которая проводится у нас совместно с муниципальным образованием. Также в Ульяновской области регулярно проводится отлов и вакцинация собак. После медицинских процедур животных отпускают. И появляется новая проблема. Являясь стайными животными, бездомные собаки объединяются в группы, которые способны напасть на людей, травмировать и даже загрызть их. Это беспокоит многих ульяновцев. Здесь вот в Кендяковке проживаю. Ну, постоянно, да, я вижу собаки, это самое, тех собак, которые гуляют. И стаи эти самые, ну, как они там, кучкуются вместе. Очень, я считаю, очень опасно. Когда у нас мы находились вот на батальюке в этом здании, девочка шла за хлебом, приходилось зачастенько, ну, отбивать. Бегают, да. Я считаю, что, ну, все-таки за этим как-то надо следить. Жалоба, что я, это, иногда вот у меня газеты выписывают, мне должны принести газеты. Мы не можем к вам принести газеты, у вас там собаки. Вот и все тут. Я бы вообще за приюты. Есть такие вот собаки в стае, которые сбиваются. Конечно, нужно какое-то, ну, делать государство, приюты, которые, ну, содержать их должны. Также стоит помнить, что большинство собак бродячими не рождаются, а становятся из-за самого игла и безответственного отношения хозяев. В первую очередь, мне кажется, тут надо смотреть в корень проблемы, поскольку данные собаки распространяются из-за распущенности хозяев, которые позволяют им выпускать. Вот. То есть надо людям, в первую очередь, пересмотреть свои отношения, к тому заводить или вообще животных, и выкидывать их. На данный момент проблемы регулируются нормативными актами, которые приняли у себя муниципальное образование. Регулируют действия сотрудников администрации в таких случаях. И, в частности, проводят предварительное рассмотрение заявок обращения граждан по покусам, либо вот по таким стаям, которые пугают, где они предварительно проводят расследование, где кого нужно ли там ловить, не нужно. Гражданам, которых беспокоят стаи собак и агрессивные животные, агентство ветеринарии Ульяновской области рекомендует незамедлительно обращаться в местную администрацию для решения проблемы.